Дискуссии о том, какие именно устройства можно назвать нетбуками, до сих пор продолжаются. Принято считать, что нетбук – это мобильный ПК с диагональю экрана не превышающий 10 дюймов, построенный на типовой, не слишком производительной аппаратной платформе. В то же время многие пользователи отмечают, что хотели бы видеть в нетбуках экран большего размера. Lenovo решила подойти навстречу таким пожеланиям, выпустив модель S12, оснащенную, как и следует из ее названия, 12-дюймовым дисплеем. Комплект поставки не отличается чем-то особенным. В наличии сам нетбук, зарядное устройство, диск с драйверами для ОС Windows XP и документация. Все это упаковано в аккуратную коробку с ручкой для переноски. Внешний вид модели на наш вкус несколько противоречив. С одной стороны крышка S12 глянцевая, с замысловатым узором, более свойственная мультимедийным развлекательным устройством. С другой же стороны, внутри лэптоп выглядит очень сдержанно. Тут применен черный матовый пластик, аккуратная клавиатура и тачпад, характерные для бизнес-моделей. Впрочем, эти особенности не слишком вступают в противоречие, а их сочетание придает Lenovo S12 свой уникальный стиль. Большой, как для нетбука, 12-дюймовый дисплей имеет глянцевое покрытие и приличный запас яркости. Над ним расположена 1,3-мегапиксельная веб-камера. Клавиатура оснащена очень крупными клавишами с четким нажатием. Сенсорная панель не слишком велика, но четко позиционирует курсор и комфортно в работе. Кнопки тачпада имеют небольшой люфт, что полностью компенсируется их удобством срабатывания. Прямо над раскладкой расположены дополнительные функциональные клавиши и три индикатора активности. Еще три индикатора находятся в нижней части корпуса. Откровенно говоря, эргономика 12-дюймовой модели очень хороша. В сравнении с тесными 10-дюймовыми нетбуками, Lenovo S12 позволяет с комфортом разместить кисти, а два дополнительных дюйма экрана вместили все, что не помещалось. Устройство работает практически бесшумно, а вот нагрев ощутим, особенно в области клавиатуры. Наша разновидность поставляется с операционной системой 3DOS, но возможны и варианты с Windows XP. Важно понимать, что несмотря на внешнюю идентичность с ультрапортативными ноутбуками, по аппаратной начинке Lenovo S12 все же является типичным нетбуком, а значит ожидать от него высокой производительности нельзя. Тем не менее, модель легко справится с интернет-браузингом, работой с офисными приложениями, а также несложными играми в жанре Casual. В тестовом пакете PCMark2005 она набрала 1527 баллов – абсолютно типичный для нетбука результат. S12 построен на базе процессора Intel Atom N270 с тактовой частотой 1.6 ГГц и чипсета Intel 945G Express. Это традиционно для наиболее распространенных нетбуков, а вот оперативной памяти тут целых 2 ГБ и жесткий диск необычно емкий – 250 ГБ. Также нас порадовало наличие Bluetooth. Любопытно, что Lenovo анонсировала S12 как модель на перспективной платформе NVIDIA ION, однако такие модификации так и не добрались до рынка в больших масштабах. Пока что доступны только разновидности на интеловской платформе. Уровень функциональности по сравнению с более мелкими нетбуками расширился даже больше, чем мы ожидали. Удобство и эргономика модели на высоте. А что касается коммуникационных возможностей и портов ввода-вывода, то тут практически никаких изменений нет. На левой грани расположены два порта USB – довольно тугой переключатель беспроводных сетей и карт-ридер с поддержкой карт памяти MMC, MS, MS Pro и SD. А на правой – слот экспресс-карт, аудио разъемы, еще один порт USB, выход VGA и розетка проводной сети. В режиме чтения модель проработала четыре с половиной часа. И это неплохой результат с учетом увеличенного экрана. В итоге у Lenovo несомненно получилась очень интересная модель. Однако не следует забывать, что это все же нетбук, а не ноутбук и соответственно не требовать от него высокой производительности. Что касается удобства использования, то тут дополнительные два дюйма экрана радикальным образом повлияли на удобство использования. Теперь можно выполнять практически любые несложные задачи с комфортом. В то же время габариты и вес S12 несколько выросли, что не слишком хорошо для устройства, которое в основном должно использоваться в поездках.